МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какими стали студентами? Для начала, Алексей, ощутили ли на себе студенты последствия слияния двух вузов? Да, на самом деле это достаточно большой и серьезный процесс, который завершился второй год, мы уже объединенным вузом работаем. Много разговоров ходило, долго мы к этому готовились, шли, не всегда верили, но это произошло. Действительно, изменения налицо, потому что у нас появились, во-первых, новые специальности, изменился состав факультетов, институты у нас появились теперь, кафедры, которые были профильные, они присоединились к соответствующим факультетам. Но если говорить о ребятах, на которых это, собственно, и сказалось, для них именно глобально ничего не поменялось, они получат свой диплом, все так же, но поменялось именно, и преподаватели, да, действительно, у них остались те же самые, но поменялось именно подход университета, то есть наши хозяйственные службы, они теперь включились. То есть все те вещи, которыми пользовались студенты Петрозаводского госуниверситета, они доступны в полном объеме студентам Карельской государственной педагогической академии, которая была вот ранее. И в бытовой части, мне кажется, очень серьезные изменения наступили, это я имею в виду, общежития, именно подход, потому что наш вузе, он отличается от того подхода, который был. Ну, вот в целом, больше плюсов стало? Как оценить это? Я, ну, мне видится со своей стороны, что стало больше плюсов, и от студентов я тоже очень часто слышу положительные отзывы, и на встречах с ректором, который мы организуем, очень часто благодарят именно за работу, которую делал Петрозаводский госуниверситет. А сколько теперь факультетов, и какие пользуются сейчас популярностью? На данный момент, ну вот если говорить, у нас 14 единиц, это 7 факультетов и 7 институтов. То есть, благодаря объединению, и с начала этого года у нас объединились несколько факультетов, медицинский факультет стал институтом, ЛИФ и Стройфак объединили, и объединили исторические факультеты и факультет политических и социальных наук, они тоже стали институтами. Популярностью пользуются, ну, традиционно, международные отношения пользуются популярностью, бизнес-информатика, кадастр пользуются популярностью, ну, и не теряют, конечно же, актуальности своей экономисты и юриста. Ну, вот в мое время, да, самый большой конкурс был на экономическом и юридическом, да, то есть это осталось? Конечно. Пока. Хорошо, а много ли сейчас у вас иностранных студентов? Вот в наше время это было такая редкость, сейчас я, даже вот, судя по тому, что гуляю по улицам Петрозаводска, ты встречаешь, да, видно, что иностранцы, понятно, что они студенты. В этот год он, наверное, стал таким, достаточно показательным с этой точки зрения, потому что достаточно большое количество, около 300 иностранных студентов, это, я имею в виду, даже не ближние зарубежья, приехали к нам, у нас резервированные места, из Ордании студенты, ну, очень, ну, много, на самом деле, студентов, и мне, как председателю правкома, часто я сталкиваюсь, их же расселяют всех в общежития, они живут с нашими студентами, и когда нравы их вот сталкиваются, не совсем ребята там к чему-то у нас привыкли, наши ребята не совсем привыкли, когда там, ну, знаете, есть такие эмоциональные достаточно национальности, которые громко говорят, даже в вечернее время, вот, как-то они уживаются. Достаточно забавно, но вот никаких прям кардинальных вещей нет, но именно говоря о международных студентах и иностранных, их достаточно большое количество на данный момент. А они вступают в правком? Ну, сложно, на самом деле, они приезжают к нам на полгода приблизительно, они за это время успевают подтянуть язык, но вот в тонкости, связанные с правкомом, защитой прав, до них не всегда доходит, но многие из тех, кто, например, именно с нами взаимодействуют, и те, кто достаточно хорошо обладает уровнем языка и понимают, какие блага они могут получить, да, они вступают. А какие факультеты они выбирают, и на каком языке идет обучение? Ну, чаще всего это медицинский факультет, хотя в данном, в этом году достаточно большое разнообразие факультетов, но обучение идет на русском языке, соответственно, их обучают русскому языку, а также, ну, на английском языке, естественно. Вы рассказали вот про общежития, да, бытовые конфликты, но они, наверное, всегда были, и это неважно, иностранцы, не иностранцы. А в целом, вот сейчас, как решается вопрос с предоставлением комнат в общежитии для студентов? В начале каждого года собирается комиссия, хозуправление нашего университета, правком помогает, у нас есть такой еще замечательный проект-адаптер, который мы реализуем уже, но не первый год, уже, по-моему, седьмой год у нас сейчас пойдет. А, и в рамках этой деятельности, собственно, все, кто писал при поступлении заявление на предоставление общежития, они приходят, есть некий порядок по приоритетам, ну, когда понимаете, что там сироты, например, они имеют преимущество, там, или студенты, у которых там, ну, там, один родитель инвалид и так далее. А на данный момент, в сентябре их заселяют, всех студентов, поступивших на бюджетной основе, заселяют. Более того, платников заселяют до конца Нового года, то есть за первый семестр. По мере освобождения мест. Вы знаете, вот в мое время, вот этот замечательный IT-парк сейчас, да, которым мы гордимся, он был общежитие. Номер два. То есть это было такое знаковое, такое место для всех встреч. Сколько сейчас общежития? На данный момент у нас восемь общежитий. Этого достаточно? Это вот с объединением, и сейчас заканчивается ремонт общежития на улице Герцена. Я в свое время жил совсем рядышком с этим общежитием, и то вот каким оно стало. Сейчас я долго очень на него не сотрел, и когда я его увидел, у меня вот, честно говоря, был такой шок. Потому что это здание, я в него и зашел, и снаружи, потому что снаружи много можно сделать, знаете, тогда, когда вот снаружи хорошо, а внутри непонятно. Я зашел внутрь, и меня тоже очень приятно было удивлен. Слушайте, ну а нынешние студенты, они, ну, не знаю, пельмени-то в чайниках варят, или это уже все, это вот уже ушло? Ну, кстати, вот про иностранных студентов, тут как раз недавно была история, когда девочки пытались пожарить мясо. Они не совсем, не все иностранные студенты, они социализированы, не умеют до конца сами готовить. Как раз у нас в рамках этого, ребята, очень на этом дружба начинается, когда одни русские студенты помогают готовить иностранным студентам. Да, если совсем хочется. Они сожгли, да, прям мясо, и сковородку не знали, как отмыть, кипящую, залили ее уксусом, там очень, в общем, пахло очень сильно. Вот, но студенты, да, готовят, конечно, пельмени, готовят пресловутые супы быстрого приготовления, они особо никуда не уходят. Ну, в основном это касается, конечно, молодых людей, которые такие спартанцы, которые учатся, работают, приходят, ночуют там и быстренько что-то готовят. Ну, сейчас я, кстати, удивлен, как провожу рейды по общежитиям, появился прибор, которого раньше не было. Мы же, собственно, студенты оплачивают отдельно каждый электрический прибор в общежитии. Большое количество мультиварок, очень стало. Ну, это удобно, видимо, да, то есть положил, пришел после лекции, а там уже все готово. Все готово, да. Хорошо, давайте, может быть, такую составляющую, как денежную, да, стипендия студентов, на что сегодня ее хватает? Ну, стипендия студентов, на что ей сегодня хватает? 2100. Вот это базовая стипендия, которая выплачивается студенту, который просто сдал сессию без стройка и без долгов. Если он сдал ее на все пятерки, то 4200 рублей. Повышенная, да? Да. Есть социальная стипендия, то есть студент, который, например, тот же сирота, инвалид, или совокупный доход того семьи ниже прожиточного минимума. Это полуторная стипендия, соответственно, 3000 она выходит. Плюс, если студент учится хорошо, она плюсуется с академической. Итого это или 5000, а если он отличник, то, соответственно, 4 плюс 3, 7 тысяч. Ну, достаточно, ну, если говорить, сравнивать, например, да, с работниками дошкольных учебных учреждений, это фактически зарплата. Плюс перед Новым годом университет увеличивает так называемые новогодние стипендии, которые появляются. В среднем, если человек хорошо учится, где-то в районе 10 тысяч перед Новым годом он может получить. Но, тем не менее, я думаю, что студенты все равно продолжают работать. Есть ли такая практика? Естественно, естественно. Да, большое количество студентов, работающих, именно которые совмещают учебу и работу. Какие должности? Ну, чаще всего это, конечно, у нас в городе сфера питания очень развита, и поэтому это официанты, обслуживающий персонал. И это, скорее всего, какие-то ночные смены, после которых ты идешь на лекцию и там досыпаешь. Да, и там досыпаешь. Хорошо. Хорошо. Алексей, а скажите, пожалуйста, вот если говорить в целом, какие сегодня студенты? Вот какую-то общую характеристику вы можете дать? Ну, студенты всегда, много очень я сталкиваюсь с фразами различными, когда говорят, вот, в наше время было совсем по-другому, молодежь была другой. Молодежь и студенты, они всегда разные. Это вот они одинаково разные. Это их черта, которая идет с ними через все годы. Но вот что я отметил? Действительно, студенты, вот в отличие от того времени, когда я был студентом, сейчас абсолютно не модно курить. Абсолютно не модно. То есть это мода ушла. Именно вот модов, как явление. У нас, конечно, принят соответствующий федеральный закон. У нас была у главного корпуса достаточно большая курилка во внутреннем дворе. Сейчас это велопарковка. Это большущая. И она летом, она всегда заполнена. Полностью заполнена велосипедами. Это очень здорово. Но если говорить об отличиях, студенты, мне кажется, более стали целеустремленными. Они вот идут к цели. Если мы еще были такие ребята, которые там эгегей, учиться там, а потом как пойдет. Нет, сейчас ребята, они уже знают, что примерно они хотят жить. Ценность появилась в образовании. А скажите, вот как проходит лекция, да? Вот это тотальное увлечение гаджетами. Сейчас что, вместо тетради все с планшетами сидят? Ну, есть такое. Тут многое зависит, конечно, от преподавателя. Как он к этому относится? Есть преподаватели, которые жестко ставят условия, например, нельзя на лекции сидеть. Кто достает, того удаляют. Есть те, кто там, например, ну, как-то лояльно к этому относится. Тем более, что в рамках предмета, некоторые даже вплетают. То есть в рамках предмета поощряется там какой-то поиск. Это необходимость. В программе какой-нибудь информация, которая вот-вот только что взята из интернета. Алексей, ну, заканчивая нашу программу, как отметили День студента? День студента, да. Традиционный праздник. В этом году у нас, он еще совпал с нашим юбилеем университета 75 лет. И вчера мы собрались на площади у мэрии, у памятника от Евгения Кусинину. Именно его имя носил наш университет. Достаточно продолжительное количество времени. У нас было большое количество студенческих игр, у нас был замечательный флешмоб, студенты встали в большую цифру 75, мы снимали их сверху с квадрокоптера. И закончилось все это, вот у нас есть такой творческий коллектив в университете «Плетущая огонь». Это так называемые фарчики, очень красиво они сделали шоу с горящими цифрами 75. Ну, здорово очень получилось. Анатолий Викторович пришел. А, у нас было символическое перетягивание канатов между технарями и филологами. Кто победил? Победили технари. Вот, но мы признали все-таки. Анатолий Викторович сказал, что не может быть победителя в этой схватке. Все победители у нас, студенты все, следовательно, побеждают у нас все. Ну, я думаю, что в этом году, поскольку год юбилейный, еще будет много очень интересных и попутных событий. Я поздравляю вас с предстоящим юбилеем. Спасибо, что пришли. Я напоминаю, в эфире была программа «Гость в студии». На этом на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова